Да, зимусь, бра-богу. Бог, это больная цена. Ну не надо. Я просто вас умоляю. Я вас умоляю. Когда в начале 90-х годов отец Андрей впервые пришел в больницу, такого вообще в истории больницы не было за 80 лет, что вдруг батюшка-отец приходит, начинает беседовать с больными. Это было очень неоднозначно. Когда я работала в наркологическом отделении первые годы, мне казалось, что работа моя бесполезна. Действительно, религиозные убеждения являются важнейшим фактором профилактики саморазрушительного поведения и приверженности алкоголизму и наркомании. Вот это дополнение к медикаментозному лечению, к диагностике, еще добавляется эта любовь, это милосердие, сострадание, которое приносит сюда сестры. Все-таки есть надежда и есть выход, понимаете, потому что говорить человеку, который 20-30 лет лежит в больнице, что ты ничего, поправишься, понимаете, потерпи еще немножко, но это тоже, понимаете, искусственно. А говорить человеку о том, что есть все-таки другая жизнь и другие ценности, и другой мир, и что все это испытание, которое нужно терпеть, и тебе Бог поможет нести свой крест, это уже совсем другой разговор.